Люба Токарева в 1995 году стала москвичкой, хотя родилась и воспитывалась в семье Токаревых. А поскольку с 91-го участвовала во всех бурных тогда арт-событиях, то ее помнят художники среднемолодого поколения. А посему многие пришли повидать саму Любу и ее новый цикл работ. Эту выставку даже можно обозначить как проект, ибо для достоверности создания полотен индомании художница 6 лет проводила зиму в Индии. И в Одессе уже 5 авторов делают то же самое. Индомания не мания, как просто болезненное тяготение, но как зачарованность, а еще точнее иномания. Яркость красок, цветов, тонов порождают, по словам автора, напряжение глазных нервов, оптический обман и полный релакс. А затем желание сотнести значимые мифы континента Индии с Европой в индоевропейские параллели. Похищение Елены Троянской и Ситы, странники Хануман и Одиссей, протобог неба Уран и Ворона. Хотя в действительности здесь, в галерее НТ-Арт, отображена характерная пластика индусских женщин, таких тонкоруких и не очень, на фоне акрилово-ярких, на деле это масло, пятен. Колористические пятна взаимопроникают в контуры фигур, враждуют и оттеняют друг друга, как сама жизнь в Индии, как наше мифологическое представление об экзотике жарких стран, странных продуктах и причудливых богах, так как их боги причудливы, а наши привычны. Еще и потому Инна Индомания токаревой проект, так как нацелена подготовка к восприятию иного, не как чуждого, но лишь другого. А потому и написанные маслом акриловой сочности холсты выглядят узнаваемыми, как когда-то в Одессе бытующем индусском батике шарфов, шали и одеяния. Спасибо.